МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в 9 утра по германскому времени начался второй день Мюнхенской конференции по безопасности. В планах приветственная речь канцлера Ангелы Меркель, вице-президента Майка Пенса, генсека ООН Антонио Гутерреша, генсека НАТО Йенса Столтенберга, руководители европейской дипломатии Федерике Магерини и главы МИД России Сергея Лаврова. Первые заявления уже прозвучали еще в пятницу. Моя встреча с министром Лавровым стала частью нашего политического диалога с Россией, и мы встречались уже несколько раз, включая Мюнхенскую конференцию в прошлом году. В этот раз обсудили целый ряд проблем. Мы, конечно, говорили об Украине. Там очень много противоречий между НАТО и Россией. Я подчеркнул важность полной имплементации Минских соглашений и то, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины. Обмен мнениями среди участников конференции начался с прогнозов развития сотрудничества и заканчивая примерами удачного национального опыта. В Германии нам удалось перевернуть саму идею бюджетных дотаций на оборону. Бюджет не страдает, даже напротив, он укрепляется. В прошлом году на 8%. В ближайшие годы мы еще больше увеличим дотации, и, что еще важно, мы модернизируем федеральную армию и обновляем оборудование и персонал шаг за шагом. Это вопрос безопасности внешней и внутренней, и надо держаться вместе. Конечно же, и внутри НАТО, и что касается нашего европейского будущего. Мы уверенно двигаемся в этом направлении, в направлении общей европейской безопасности. Это требует больше денег. Моя коллега Урсула фон дер Ляйен уже упомянула, что мы нацелены на это в германском правительстве. И нет сомнений, что мы готовы придерживаться наших обязательств. А уже в 15.00 по Берлину запланирована первая панельная дискуссия, довольно неожиданная, как для геополитической повестки дня. «Безопасность в сфере здравоохранения». Здесь ведущим спикером станет Билл Гейтс. Уже в 17.00 ожидается довольно интересный разбор на дискуссии ложной линии Евразии, где пойдет речь о сложных процессах, которые раздирают Европу и Азию. Непростой и подбор выступающих. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Эстонии Керсти Каллилайт, которую днем ранее не признали на саммите в Бонне, а также довольно противоречивая личность, бывший премьер-министр Украины Арсений Аценюк. Завершающий аккорд второго дня Мюнхенской конференции – довольно сложное заседание под названием «Attacking Democracy» – «Хакерство и нападение на демократию». Вот где развернется ожесточенная дискуссия между представителями американского лагеря и российскими спикерами. Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности 2017 – одна из самых важных за последнее время. Полтысячи участников, 120 только правительственных делегаций. Более 30 лидеров стран и почти 100 министров иностранных дел и обороны. К тому же решается не просто развитие, а спасение западного мира, которым мы его знали последние 20 лет. Марш тунеядцев или марш рассерженных белорусов? Акция протеста, которая прошла в Минске, получила сразу два названия. В лояльных к власти СМИ исключительно тунеядцы. Сами несколько тысяч человек, которые вышли протестовать, говорят о себе как о рассерженных. Разозлил их так называемый декрет о тунеядстве, который подписали в апреле 2015 года. Документ гласит, что те белорусы, которые не работают в течение полугода, должны раз в год платить дополнительный налог – эквивалент 200 долларов. Акцию приурочили к сроку уплаты такого налога – 20 февраля. И по сообщениям профильного министерства, оплатили налог только 10% граждан. Из полумиллиона, которые получили квитанцию на уплату. Сегодня не я, сегодня они, завтра на их месте могу быть я и еще что-нибудь придумают. Поэтому я считаю своим долгом выразить солидарность с этими людьми. Это не декрет, это маразм, это абсурд, понимаете. То есть я сэкономил государство в 2015-2016 год, не получал хоть даже этих крох. Понимаете, то есть, которые я мог бы получать. Вот, я сэкономил государство деньги, значит, попал под декрет, гони еще 20 базовых. За дохода, которого нет. То есть, понимаете, это вымогательство. Оппозиция, которая организовала акцию протеста, предупредила, если в течение месяца декрет не отменят, 25 марта акция повторится и будет куда более многочисленной. Правда, стоит отметить, лидер оппозиционеров Николай Статкевич ранее баллотировался в президенты страны. Неудачно. Акция не была длительной. Довольно быстро, как для такого количества людей, участники разошлись. Однако, де-факто, она стала самой масштабной за последние 6 лет. Тогда протестующих разогнали силовики. Жизнь Беларусь! Жизнь Беларусь! Торжественная церемония инаугурации президента Туркменистана состоялась во дворце Рухиед в Ашхабаде. Гурбан Гулы Бердеймухамедов принял президентскую присягу в присутствии главы парламента Меджлиса, заместителей председателя кабинета министров, военного командования и руководства правоохранительных органов. В числе приглашенных в зале находились депутаты, представители политических партий и общественных организаций, члены Совета Старейшин, иностранные гости. После присяги и вручения удостоверения президента прозвучал государственный гимн. Глава государства выступил перед собравшимися с программной речью. В ней, как сообщило официальное информационное агентство, он обозначил основные задачи нового этапа развития страны. Главное из них, по словам Бердеймухамедова, повышение доходов и уровня жизни населения. Он призвал развивать экономику страны, рационально используя природные ресурсы и опираясь на творческий потенциал народа. На выборах 12 февраля Бердеймухамедов, второй президент в истории страны, набрал 97,69%. Результаты остальных восьми кандидатов колебались от 0,06% до 1,02%. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Времени. m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова